Не так страшны морозы, как холодная батарея топления. В последнее время это на себе ощутили многие горожане. О том, почему у чебоксарцев испортилась погода в доме, в следующем нашем репортаже. Буквально в начале недели городские власти отчитывались о том, как обстоят дела с теплом в квартирах горожан. Мол, на данный момент отопительный сезон проходит без особых проблем и серьезных технологических отказов. Однако состояние коммунальных сетей, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Они изношены на 76%. На сегодняшний день на ремонт текущий капитальный выделяется около 80 миллионов рублей. По амортизации идет также 75 миллионов рублей. Коммунальных сетей 330 километров. В год мы ремонтируем около 10 километров, что составляет около 3%. Необходимо увеличить выделение средств на проведение ремонта теплосетей для того, чтобы минимизировать количество аварий в ближайшее время. Подтверждение словам главы администрации нашлось в тот же день. Популярные городские форумы запестрели сообщениями. У нас нет тепла. В понедельник после обеда появились фотографии с места событий по улице 139-я стрелковая дивизия. Батареи почти холодные, горячей воды нет. Прохладненько, да. Мичмана Павлова, 46. Тоже нет ни воды, ни отопления. А последние несколько дней кипяток шпарил из кранов. Вода кипела на полотенцесушителе. По Мичмана Павлову, 54. Отопления нет. Текут соединения труб к батареям во всех комнатах. Хорошо дома оказались. А кого дома нет? Соседку топят с верхнего этажа. Приезжали аварийщики, сказали, у всех так. Подобные посты 27 января могли написать сотни горожан. Из-за аварии без тепла и горячей воды остались 47 домов, 7 детских садов и 3 школы. Но несколькими днями ранее, 24 числа, о том, что батареи стали холодными, сообщали жители Новоюжки. Время 18 часов. Отопления нет. На улице уже минус 20. В квартирах холодно. На термометре в домах всего плюс 17. У кого и ниже. Тепла нет в домах. Пенсионеры и дети мерзнут в Новоюжном. Тревожные сообщения в интернет-сообществе появлялись и сегодня. К примеру, вот что происходило недалеко от торгового центра «Семь холмов». А затем без горячей воды остались жители улицы Эльгера. С 13 для устранения поражения трубопровода диаметра 108 мм между домами 6,8 будет Эльгера. Отключали теплоснабжение и горячую воду. Скоро должны закончить уже где-то по 17, сказали. Кстати, узнать подробности аварии у тех, кто занимается содержанием тепловых сетей, у нас не получилось. На сайте компании указано, чтобы взять интервью, нужно заранее, а именно за 24 часа до предполагаемого интервью подать заявку в пресс-службу. Что ж, в отличие от журналистов, которые, вероятно, аварии должны предвидеть, коммунальщикам зима в очередной раз подкралась внезапно. Ольга Пырочкина, Республика.